Уважаемые коллеги, пятая всемирная конференция спикеров парламентов проходит сложный период мирового кризиса, обусловленной пандемией, ее геополитическими и экономическими последствиями. Сегодня обеспечить международный мир и устойчивое развитие можно только остановив пандемию коронавируса, сохранив сотни тысяч жизней. Тема конференции спикеров парламентов актуальна для большинства стран нашей планеты. В Беларуси продуманно подошли к выбору мер по борьбе с пандемией. Наша страна воздержалась от остановки экономики, введения запретов и карантина с учетом долгосрочного прогнозирования их негативного влияния на жизнь людей и социально-экономическое развитие. Избранная модель реагирования на пандемию доказала свою эффективность. Мы нашли тот баланс, который позволил сохранить жизнедеятельность государства, прежде всего его экономики и с другой стороны обеспечить максимальную защиту нашего населения. Наш подход получил поддержку миссии Всемирной организации здравоохранения, которая работала в стране по приглашению президента Александра Григорьевича Лукашенко. Мы уверены, что большую роль в борьбе с пандемией может сыграть международное сотрудничество, в том числе по линии парламентов, направленное на обмен информацией передовым опытом, а также обеспечение всеобщего доступа к вакцине. В условиях пандемии резко и жестко меняются правила игры на мировой политической арене. Опасно разрушается архитектура международной безопасности, заложенная после Второй мировой войны. Не выполняются основные геополитические договоренности. В международных делах все больше доминирует политика силы и агрессии. Мы ощутили это в полной мере после президентских выборов 2020 года. Сегодня Беларусь вынуждена противостоять неприкрытому экономическому и политическому прессингу, целенаправленному вмешательству во внутренние дела нашей страны. Очевидно, что не всех в мире устраивает стабильность и спокойность Беларуси, миролюбивая внешняя политика нашего государства, статус донора европейской безопасности и переговорной площадки, в том числе и для нормандской четверки. Беларусь выступает за поиск путей ослабления геополитической напряженности и укрепления международной безопасности. В контексте противодействия новым вызовам приоритетной является тема борьбы с международным терроризмом, в том числе в киберпространстве. Интернет является важнейшим элементом современной жизни. Его стремительное развитие открывает широкие возможности для прогресса и одновременно использования технологий в преступных целях, в информационных и гибридных войнах, компаниям по дезинформации и разжиганию ненависти. Республика Беларусь в полной мере испытала это на себе в ходе прошлогодних президентских выборов и попытки осуществления государственного переворота. Однако мы выстояли благодаря политической воле и мужеству президента Беларуси, сплоченности вокруг него значительной части белорусского общества и суверенитету. Назрела острая необходимость выработки под эгидой организации объединенных наций согласованных международных подходов по регулированию деятельности в интернете. И в этом вопросе свое слово должны сказать парламентарии и межпарламентский союз. Создание четкой международной правовой базы в сфере информационной безопасности будет способствовать в том числе эффективному противодействию дезинформации и разжиганию ненависти в интернете и реальной жизни. Уважаемые коллеги, пандемия и борьба с новыми вызовами и угрозами не должны стать причиной невыполнения целей устойчивого развития на период до 2030 года. В Беларуси общую координацию по достижению этих целей осуществляет специальная парламентская рабочая группа. В 2020 году наша страна упрочила свои позиции в рейтинге индекса достижения целей и поднялась с 23 на 18 место среди 166 стран мира. Считаем, что пример лидерства парламента в реализации целей устойчивого развития заслуживает использование законодательной властью других стран. Уважаемые коллеги, устойчивое восстановление после пандемии будет в значительной степени зависеть от международного сотрудничества и солидарности. И в первую очередь от наличия справедливой, открытой и прозрачной мировой торговой системы без экономических санкций, давлений и вмешательства во внутренние дела. Уважаемые парламентарии, желаю всем плодотворной работы на площадке конференции для выработки эффективных многосторонних подходов для обеспечения международного мира и устойчивого развития ради блага человечества и нашей планеты. Продолжение следует... Продолжение следует...